Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на канале. Ребят, общаясь с людьми в реальной жизни в данный момент, я понимаю, что многие люди до сих пор не знают, что из Сбербанка в любой другой банк, из любого банка в любой банк можно переводить деньги без комиссий. Даже с Киви, вроде бы как бы виртуальный кошелек, все равно на любой банк можно переводить деньги абсолютно без комиссии, а, к сожалению, люди об этом не знают. Вот сегодня я хотел вам рассказать о способе, который позволяет переводить деньги с одного банка в другой, неважно, какой это банк, абсолютно без комиссий. Единственное ограничение, там может быть, что, например, не больше 100-150 тысяч в месяц. Итак, в первой части переведем со Сбербанка онлайн, например, в Тинькофф абсолютно без комиссий. Смотрите, заходим в Сбербанк онлайн, в наше приложение, нажимаем другому человеку, сейчас тест, ребят, например, в другой банк, неважно, по номеру телефона вы введете, по номеру карту, по номеру счету, я сделаю по номеру карты, у меня уже скопирована карта, здесь заранее моя карта от Тинькофф банка. Нажимаем стрелочку, вводим сумму, ну, пускай будет 100 тысяч, ну, так мы шикуем сегодня. Нажимаем вперед, и, как видите, друзья, комиссия полторы тысячи рублей. То есть для того, чтобы мне перевести со Сбербанка на Тинькофф, например, 100 тысяч, я должен заплатить комиссию в полторы тысячи рублей, то есть это полтора процента. Согласитесь, все-таки комиссия большая, и, как бы, ну, почему я должен отдавать банку полтора процента от своего перевода? Так вот, друзья, чтобы избежать этого, еще год назад была введена такая система под названием система быстрых платежей, но многие почему-то о ней не знают, но это обычная у нас ситуация в стране. Да, ребят, скорее всего, действует только в России. К сожалению, прошу прощения, что сразу не сказал, когда законы вводятся, что-то принимается, а до населения не доводится. Так вот, смотрите, если мы зайдем сейчас в наш профиль Сбербанк Онлайн, дальше зайдем в настроечки, после этого опускаемся вниз, вниз-вниз, они всегда спрячут это так, чтобы хрен найдете, и видим такую функцию системы быстрых платежей. К ней подключены абсолютно все банки России, это 100%, поэтому это безопасно, ребят, я перевожу деньги уже давным-давно именно так. Нажимаем сюда, и вот здесь вот у меня, видите, все это включено, да, у вас, скорее всего, это здесь будет еще надпись «включить», то есть вы должны включить входящие переводы, то есть это дает вам возможность вам отправлять через систему быстрых платежей, а исходящее дает возможность вам получать деньги по системе быстрых платежей. Тинькофф это включено автоматом, поэтому не надо ничего включать, там все-таки попроще. Так вот, друзья, после того, как вы включили то, что я сейчас показал, теперь во вкладке «платежи» у вас, вот здесь вот, когда вы будете опускаться, будет доступна вот такая хренька – перевод через систему быстрых платежей, перевод через СББ, такой значок должен быть. Тырк на него, нужен только номер телефона. Берем номер телефона получателя, так как я себе перевожу, ввожу свой номер, нажимаете «продолжить», после этого достаточно выбрать банк. Соответственно, в банке у вас должен быть привязан номер телефона ваш, которым вы переводите, то есть телефон должен быть связан с банком, и, как видите, банков огромное количество, все они участвуют в системе быстрых платежей, поэтому это уже сейчас система распространенная. Выбираем «Тинькофф», это тот же счет, на который я только что хотел переводить по номеру карты. Выбираем ту же сумму перевода, 100 тысяч рублей, к примеру, нажимаем, ну давайте здесь, «Тест», и нажимаем «Продолжить». Как видите, комиссия 0 рублей. Здесь будет, как видите, имя, отчество с фамилией, то есть на всякий случай проходит проверка. Сумма перевода та же, но комиссия уже 0 рублей, потому что мы переводим вот через эту систему, которая действует. Ребят, единственное ограничение, повторяюсь, скорее всего, это работает только в России, и единственное ограничение того, ну может быть еще там Беларусь, Армения, вот этот наш союз такой непонятный. Вот, единственное ограничение, в месяц вы можете переводить, ну там 100-150 тысяч, ребят, нельзя переводить миллиардами там и всеми прочими. Вот так это делается, просто абсолютно без комиссии, как бы то ни было. Если вы откроете Тинькофф Банк, здесь еще в разы проще, ребят, чем на много Звербанке. Ну я два самых популярных, да, таких, наверное, говорю. То есть здесь еще, повторюсь, еще раз проще. Просто нажимаете «Платежи», по номеру телефона, вводите номер телефона. Здесь вам уже показывается, каким банком привязан ваш номер телефона. Если у вас другие банки, здесь, соответственно, список выскочит. Например, выбираем «Киви», выбираете сумму, нажимаем «Готово». Комиссия не взимается банком. То есть, опять же, через это комиссия не взимается. У Тинькоффа, говорю, еще проще, у него эта система сразу подключена. И если вы выбираете перевод по номеру телефона, то все очень просто. Ну и третий вариант, рассмотрим, ребят, когда вы переводите деньги с «Киви». То есть «Киви» электронный кошелек, все-таки, ну так это геморройно. Выбираем, например, «Перевод на карту», «Перевод на карту». И уже сразу, что бы вы ни сделали, комиссия «Киви» 50 рублей плюс 2%. Как видите, сразу они пишут комиссию свою. Но, друзья, если вы зайдете, смотрите, опять же прячут эту функцию, тот же вот «Киви», видите? Нажимаем, где у нас платежи и переводы, нажимаем «Все». Дальше, вот она опять, «Систему денежных переводов» выбираете. И вот «Система быстрых платежей для российских номеров». То есть, опять же, «Система быстрых». Про то, что я вам сейчас говорил, СБП показывал там. Нажимаем, вот появился значок. Просто выбираем номер телефона, «Продолжить». Дальше выбираете банк, к которому у вас привязан этот номер телефона и в который вы хотите перевести именно по системе быстрых платежей. Опять же, повторюсь, видите, все банки доступны. Ну, пускай будет Тинько. Единственное, что нельзя переводить больше 3,5 тысяч рублей за раз. Поэтому, если надо вывести 30 тысяч, надо 10 дней подряд выводить по 3,5 тысяч. Но, опять же, без комиссии. Нажимаем «Проверить данные». Комиссия Киви 0. При нажатии «Оплатить» нажимаем «Оплатить». Выскакивает окошечко опять с проверкой, чтобы вы случайно туда куда-то не отправили. И нажимаем «Оплатить» эти 3,5. Все, платеж проходит, никакой комиссии нет. Вот так, ребят, смотрите в приложениях своих банков. Во всех банках уже действует система быстрых платежей. Подключайте и переводите деньги с любого банка в любой банк на территории Российской Федерации. Абсолютно без комиссий. Спасибо, что смотрели, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех благ вам, удачи. Пока-пока.